Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Главная тема дня. Историк Винсетт Дюклер о возрождении армян и геноциде. Если мы хотим сохранить тему Арцаха открытой, то нужны другие власти. Герам Степанян. Бабушки рассказывали нашу историю, чтобы мы не забывали, что турки сделали с армянским народом арпий Кузуян. История принудительно исламизированной Марии в фильме «Милый дом Атана». Мэр Нью-Йорка обвиняется в получении взятки от Турции в обмен на молчание о геноциде. Иордания номинировала на Оскар фильм о 11-летнем Бреже из Арцаха. Тема про геноцид армян, ассирийцев и греков в одном из штатов Австралии. Винсетт Дюклер, специалист по геноцидам, известный историк и руководитель Центра социологии и политических наук, обращается к истории возрождения армянского народа, подчеркивая, что после геноцида культура, искусство и музыка стали столпами выживания армян и восстановления идентичности. Дюклер подчеркивает важность того, что армяне и сегодня нуждаются в международной поддержке, и мы обязаны стоять рядом с ними. Дюклер ознакомился с армянской историей во время изучения дела Дрейфуса, раскрывая важную роль Эмиля Зуля и его сторонников в борьбе за моральную справедливость. Историк представил свои исследования в журнале «Армения. Бесконечный геноцид», анализируя события 2020-2023 годов. Следующая книга Дюклера «Армения-2. Геноцид, совершенный против армян. Курс справедливости» выйдет в 2025 году. Статьи Дюклера, такие как «Историки и уничтожение армян» играют важную роль в сохранении памяти о совершенном против армян геноциде, подчеркивая, исторические трагедии не должны быть забыты и наш толк озвучить их во имя справедливого мира. Защитник прав человека Арцаха Герам Степанян, говоря о проблемах арцахцев в эфире «Панорамы», подчеркнул в частности жилищное обеспечение и наличие достойной работы. По словам Степаняна, в случае решения этих проблем для народа Арцаха создаться весьма благоприятная ситуация. Возможно, цель состоит в том, чтобы позволить арцахцам уехать, а не в том, чтобы арцахцы остались в Армении. Оказанная поддержка преподносится как услуга. Фейки депутатов от власти распространяют ненависть и дискриминацию. По моему глубокому убеждению, армяне должны остаться в Армении и для продвижения права на возвращение необходимо сохранить в Армении сплоченное армянство – ядро народа Арцаха. Это имеет жизненно важное значение. Если они будут рассеяны по всему миру через год или три, будет очень трудно говорить о праве на возвращении. Если есть люди, которые думают, что мы говорим о возвращении, которое должно быть под контролем диктаторских полицейских сил Азербайджана, то они глубоко ошибаются. Мы говорим о возвращении, о котором будут безопасность и достоинство, которое должно быть взаимосвязано с правом на соопределение. Уверен, что эти вопросы так и не будут несены в повестку дня этими властями, так как мы просили, озвучивали их на разных уровнях и по разным каналам. Если мы хотим каким-либо образом сохранить тему Арцаха открытой, то необходима другая власть. Эта власть однозначно этого не сделает. Я выросла не в Армении, но, как и у каждого армянина, мое сердце также болит за Арцах. Об этом в интервью Альфа Ньюс рассказала Арпи Кузуян, прибывшая в Армению из США для участия в церемонии освящения Кафедрального собора и Святой Патриаршей Литургии. Наши бабушки и дедушки рассказывали нам нашу историю, чтобы мы не забывали, что турки сделали с армянским народом. Когда в США мы услышали, что Азербайджан напал на Арцах и началась война, армянская община была в очень тревожном состоянии. Я выросла не в Армении, но, как и у каждого армянина, мое сердце болело, когда я слышала о жертвах территориальных потерь и особенно о потере Арцаха. Бог создал нас не для того, чтобы вы убивали друг друга, но, будучи христианской страной, мы постоянно испытываем подобную боль. Режиссер с армянскими корнями, документалист, активист с оппозиционными взглядами Неган Ускан в беседе с корреспондентом Эрмени Хэббер Элен Кокчан рассказал о авторском документальном фильме «Милый дом Адана» и киногерое, который также армянин. Ускан рассказал, как он вошел в сферу киноиндустрии, с какими трудностями столкнулся во время исследований, связанных с армянами в Турции, оккупированной Западной Армени. Также о широко распространенном в Турции хищении казны. Отметим, короткометражный фильм Ускана получил премию Иохана Ван дер Койкена «Новый талант». Швидхом Адана пытается рассказать историю, которую не удалось передать устно. Историю, которая была удалена из архивов, показать слои, лежащие в основе ее недоступности. Это история неизвестного поиска и неудачи. Хотя нет деревни, в которую можно было бы вернуться, и хотя координаты неизвестны, я считаю важным вспоминать географическое воспоминание для восстановления разрушенного прошлого. Данный документальный фильм я снял по этому мотиву. Фильм получил премию Иохана Ван дер Койкена «Новый талант». Название Швидхом Адана вдохрюмено песней «Швидхом Алабама». Ироничный подход к концепции дома, концепции несуществующего дома или дома, превращенного в руины. В конце фильма разрушенный дом трансформируется в положительном смысле. Именно поэтому я предпочел положительный смысл, который ассоциируется с названием Швидхом. Когда на повестку дня встают вопросы, касающиеся армянской истории, к сожалению, эта тема очень открыта для малипуляции. Я не хотела, чтобы фильм воспринимался таким образом. У меня никогда не было намерения ставить этот вопрос в центр внимания. Вместо личной истории для меня важно столкнуться с этой историей, которая касается нас всех и является частью нашей коллективной памяти. Я верю и хочу верить, что это столкновение может восстановить руины и заставить их процветать. Моя прабабушка по материнской линии Мария была армянкой из-за данных, которая была принудительно исламизирована. Она лечила людей своими травяными препаратами. Другой информации о ней у меня нет. Прокурор Южного округа Нью-Йорка предъявил мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу обвинительное заключение за взятки от правительства Турции в обмен на отказ от заявления про геноцид. Адамсу предъявлено обвинение за заговор мошенничества и взяточничества. Отмечается, в апреле 2022 года, накануне годовщины геноцидов, тогдашний генеральный консул Турции Рейхан Озгюр несколько раз требовал гарантии от заместителя мэра Адамса Азербайджанки по национальности Раны Абасовой, чтобы Адамс не говорил о геноциде, указывая, что это чрезвычайно деликатный вопрос для правительства Турции. Прокуроры отмечают, что Абасова подтвердила, что Адамс не будет делать никаких заявлений и Адамс также не выступал с подобными заявлениями. Королевская кинокомиссия Иордании выбрала документальный фильм иорданского режиссера армянского происхождения Сарина Рапетяна «Мой милый дом» для представления на 97-ю церемонию вручения премии «Оскар» в номинации «Лучший международный фильм». Об этом сообщает Диадлин Ком. Фильм поведствует о 11-летнем Брежек, который живет в живописном селе в Арцахе и мечтает стать дантистом. Жизнь Врежа резко меняется с возобновлением войны. Он и семья вынуждены покинуть родной дом и Арцах. После окончания войны они возвращаются на опустошенную родину. Вреж сталкивается с новой суровой реальностью и готовится к будущим битвам, пытаясь справиться с пережитыми травмами. Фильм был представлен на престижном кинофестивале документальных фильмов в Шеффельде. И реванская премьера состоялась в рамках 21-го международного кинофестиваля «Золотой абрикос». Сарин Айрапетян, иорданский кинодокументалист армянского происхождения, в настоящее время проживает в США. Утверждена окончательная версия новой программы по предмету истории для семи десятиклассников в школах Нового Южного Уэльса Австралии. Программа включает обязательные исследования, гражданские действия и гуманитарная помощь Австралии во время Первой мировой войны. Предмет будет введен в 2027 году. Учащиеся в школах Нового Южного Уэльса узнают о простых австралийцах и новозеландцах, которые занимались гуманитарной деятельностью во время Первой мировой войны, участвуя в инициативах по спасению выживших после геноцида в Османской империи армян, ассирийцев и греков. Решение о включении предмета в учебную программу было принято после того, как Законодательный совет Нового Южного Уэльса единогласно принял предложение, призывающее к обязательным изучению иноцидов и в отношении армян, ассирийцев и греков, также созданию музея. Более 25 учителей подписали письмо с призывом включить этот предмет в учебную программу. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok